Об актуальных проблемах ЖКХ говорим сегодня в программе главной новости в студии Лейсан Абдульна. Здравствуйте! Как обычно, приглашаю к разговору наших телезрителей. Присоединяйтесь по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. Напомню, это 511-99-66 или 8800-532-55. В гостях у нас сегодня Михаил Застелло, председатель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и, конечно же, я напоминаю, что наши телезрители, которые смотрят нас через социальную сеть ВКонтакте, также могут присоединиться к нашему разговору. В группе новости Татарстана 24 ведется онлайн-трансляция, так что пишите свои вопросы и комментарии под окошком трансляции. Итак, Михаил Юрьевич, тариф на вывоз мусора в Татарстане вырос на 20%. С чем это связано? Поясните, пожалуйста. Ну, прежде всего, тариф не вырос. Тариф, он, как если мы залезем на сайт Комитета по тарифам, мы с удивлением обнаружим, что тариф вот с 1 января такой же, который был у нас в декабре, и что он изменится на 4% только во втором полугодии. Но мы в конце увидим звездочку. А вот если теперь мы курсор поставим на эту звездочку и нажмем, мы увидим другую бумагу, где написано, что вот НДС, вместе с НДС тариф для жителей такой-то. И он стал на 20% больше. А внизу для остальных он не изменился. И вот это для меня абсолютно непонятно. Непонятно вот почему. Ссылка идет, там, где говорится, что с НДС, на то, что в соответствии со статьей 168 пункта 6 Налогового кодекса РФ. С другой стороны, я знаю, что с 1 января 2020 года введено изменение в Налоговый кодекс. И теперь статья 346.15 пункт 4 под пункт 1.1. И коммунальных платежей НДС не берется. Понимаете, перевернулось полностью наоборот. Кроме того, значит, есть версия. К сожалению, операторы, значит, отказываются выходить, значит, на эфир разговаривать. То есть, напрасно, на мой взгляд, могли бы пояснить все. Дело в чем? Они правы только в одном, что они в прошлом году НДС платили. Но людей за это не брали. Потому что, ну, им пообещали, что НДС будет снято. Не снялось. Значит, теперь они говорят, ну, вот мы пострадали, мы вышли с долгами, и вот теперь, вот мы в этом году НДС ввели, и мы компенсируем те долги. Две вещи, два момента заставляют меня усомниться в этом. Первый момент. Понимаете, ведь там на ближайшие три года указан с этим НДС для жителей. С чего бы это? Они что, эти долги теперь пожизненно будут брать? Второе. Это то, что у меня, работая, так сказать, в том числе в заседаниях штаба по мусорной реформе, в комитете по тарифам, знаю, что к середине года у них был накоплен долг 300 с чем-то миллионов рублей. Я задал вопрос конкретный, а как же все-таки вы рассчитываетесь с теми, кто выполняет? Они сказали, из собственных средств. Ну, я сказал, завидую, мне бы такие средства. Теперь я смотрю, что у них к концу года. У них, вы знаете, долг даже чуть-чуть уменьшился. То есть вторую половину года при отсутствии НДС они проработали без долгов. Я склонен предположить, так как было много разговоров, что не всех охватили, не со всеми заключили. То есть они, в общем-то, из-за начального этапа, не очень организованного. Это, допустим, выяснять, сколько жителей по результатам переписи. Ну, это, знаете, вот, ну, может, на сцену выйдет какой-нибудь Петросян и расскажет, что так делают, да? Но это же неверно. Это же все есть у местной власти. Деньги-то брались за мусор всегда. Да, там, где не брались, там есть сельсоветы или, как их называют, очень муниципальные, так сказать, люди, которые всех давно пересчитали. Вот поэтому я считаю, что собственникам, у которых есть эти большие деньги, сотни миллионов, было бы полезно, на мой взгляд, для них, для их самих, заказать аудит. Он очень простой. Когда эти долги образовались и каким образом? Вот и все. И, может быть, этот вопрос просто отпал бы сам по себе. Мне так кажется. Но есть еще один момент. Понимаете, у них очень хорошая подушка безопасности имеется на сегодня. Я знаю, что в восточной зоне не отказываются операторы брать по факту. Ну и вот в западной, в нашей Казани, отказываются решительно. И установлен 4 года назад норматив. Этот норматив составляет 2,36 куба в год с человека. Значит, я, понимаете, я, в отличие от многих, кто на эту тему рассуждает, достаточно долго был председателем ТСЖ. Я помнил, как я по факту платил за мусор 20 лет назад. Я ехал на спецавтобазу. Никакого не было чистого города тогда. Покупал талоны по безналичке. Отдавал талоны дворнику. Дворник там этот талон делился. Приехал мусорщик. Отдал ему часть талона. Корешок оставил. Мусорщик сдал на свалку. Отчитался перед своим начальством, что он на свалку сдал. И таким образом каждый бак учитывался. Это 20 лет назад. Но, если кто-то очень любопытный, может взять рукой бумажку и карандаш. Очень просто. Давайте посчитаем. Я посчитаю на своем примере. Можете считать на вашем. Вот дом, где я был председателем. 100-квартирный дом, 10-этажный, трехподъездный. Четыре контейнера. Вывозятся три раза в неделю. Четыре множим на три. Неделя у нас по-прежнему 52 в году. Множим. Объем контейнера 0,75 куба. Множим. Теперь осталась мелочь. Разделить это. Вот в доме проживает 250 жителей. Получим 1,875 куба. Смотрю норматив. 2,36. Сравниваю. Смотрю. Так я вообще-то на 25%. И так им дал фору по нормативу. Так как платил. Михаил Юрьевич, у нас есть звонок телезрителей. Давайте примем. Здравствуйте. Напомню, в любом случае, что вы можете позвонить по телефону прямого эфира. 511-99-66, 8800-500-3255. Михаил Юрьевич, хорошо. Все-таки самый главный вопрос, который зреет в этот момент. Что необходимо сделать для понижения этих расценок? Чтобы наши карманы так сильно не страдали. Нужно сделать следующее. На мой взгляд. Вообще спросить себя, а для чего эта реформа? Вроде бы и раньше неплохо жили. Если сейчас еще не появился мусоросжигающий завод. Если в одной и той же машине вывозят и сортируемый, и несортируемый мусор. Кстати, я показываю, да, заодно, как это у нас в пригородах происходит. Стандартная история, да. Так что же изменилось? Изменилось только метод подсчета. Считали с квадрата, считали с человека. Кто-то выиграл, я, например, выиграл. Я, если с человека, я меньше плачу. А если с квадрата, то именно семьи, где там 4 ребенка, они платят уже в несколько раз больше. Потому что они живут не в очень больших квартирах. Вот это изменилось. И проблема-то, проблема экологии не очень-то решается. Пока мы не перейдем к раздельному сбору, мы об этой проблеме можем забыть. Михаил Юрьевич, вот у нас есть комментарии наших телезрителей ВКонтакте. Напомню, в группе новостей Татарстан24 вы можете оставлять свои вопросы. Руслан Бурганов пишет. У меня в квартире нет приборов учета, однако в зимнее время оплачиваю за коммунальные услуги 8 тысяч рублей. Если Блиц вопрос. Квартира 47 квадратных метров. Это нормально? Нет, это много. Куда обращаться? А где он живет? Деталей пока нет, вот только эта информация. Дело в чем. Если это идет перетоп, то есть излишне горячо. Если в подвале есть вода. Если кто-то подсоединился незаконно к сетям, и вы за него платите. Если, так сказать, вот таких если достаточно много. Нужно смотреть конкретно. Но это завышенная величина. Хорошо. Звонок в студию есть. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Это вас с Титюшского района беспокоят. Село Бессоново. Вы слышите меня, да? Конечно. Слушаем вас. Ага, спасибо. Мы проживаем с мужем вдвоем. А дочка еще живет с нами. Не с нами, в Казани она живет. Но прописано у нас. Вопрос свой задавайте, пожалуйста. Да, этот. Мы платим за троих. Законно ли это? Потому что она тоже и в Казани платит. И еще. У нас нету контейнеров. Мы выносим мусор перед домом. В месяц два раза. Четвертого и восемнадцатого числа. За это время у нас этот мусор мы набираем специально уже сейчас в мешки. Потом мы носим. Иногда мы дожидаемся машины. Иногда машина проезжает мимо нас. Мы мусор не можем сдать. Как вот в таких быть? У нас нет контейнеров, нету складирования. Но бумага приходит за мусор очень регулярно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Если ваша дочка не является со-собственницей в том доме, где вы проживаете, то прописка не имеет значения, так как она из Казани может вам прислать бумагу, что она проживает в другом месте и платит там. Тогда по факту проживания с нее не должны брать. Если бы она была бы со-собственницей, все собственники обязаны платить. Ну, в этом случае, кстати, так как она прописана и проживает в другом месте, нужен только документ. Теперь дальше по вашим мешкам. Вот вы сами прикиньте, какой у вас норматив с человека и какой объем вот этих мешков за год у вас набежит. Вы увидите, что существенно меньше. Значит, то, что проезжает мимо, это уже, так сказать, должны быть претензии к той подрядной организации, которая вывозит мусор. На мой взгляд, с мешками значительно правильнее, чем поставить в километре от вас пятикубовый контейнер, куда вы все равно не пойдете. Михаил Юрьевич, в комментариях наши телезрители также пишут, ну, задаются гипотетическим вопросом, почему в Германии мусор сортируют, татарстане даже на свалке с массырового никто не сортирует. И в этой же связи хотела бы перейти все-таки к теме, которая у нас по раздельному сбору мусора уже была затронута немножечко. Но, тем не менее, на ваш взгляд, вот такие вот баки начали появляться уже в Казани, во многих районах. Мы идем к этому ментально готовы ли мы, наши жители, к тому, чтобы начать вот так вот раздельно мусор сортировать. Броще же в мусоропровод, да все бросить вместе. На Востоке говорят, сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. Сколько ни говори сортируй, это мы должны сначала в школе приучить, а потом будут. Но есть надежда на наше крохоборство. В хорошем смысле. Вот если с качественно сортированным мусором, контейнер идет в качестве бонуса бесплатно, за него, так сказать, оператор получает какие-то деньги, сдавая, которые его затраты компенсируют, а я, в общем-то, как бы заинтересован. Ведь и воду люди так экономят, и электричество так экономят. Может, с двух сторон, с воспитания и заинтересованности экономической, это будет быстрее. Это будет быстрее. Значит, а вообще, так, ну, понимаете, по-разному сделано, это нам только кажется. Вот мы видим, я видел и в Риме на улочках пять контейнеров вдоль улицы. Ну, там сдают, конечно, но контейнеры абсолютно такие же, как у нас. Еще хочу обратиться к нашей группе ВКонтакте. Дело в том, что мы, как обычно, проводим голосование на нашу тему. Сегодня был вопрос следующий. Что вас не устраивает в работе управляющей компании? Не в бровь, а в глаз, я считаю вопрос. И вот давайте в порядке бывания. Итак, не всегда понятны цифры в счетах-фактурах. В этом признается почти 69% опрошенных телезрителей. В подъезде грязь, на это сетуют 20%, почти 21% проголосовавших. Не убирают вовремя снег. Это вот версия 10%, но это сезонное явление. Не всегда понятны цифры в счетах-фактурах. Вы знаете, я абсолютно согласен с этими 68%. Раньше платежка была какая? В ней и жилищные услуги расшифровывались. Сколько идет на борьбу с тараканами терроризация, сколько идет на уборку двора, сколько на уборку подъезда, сколько на слесаря и сколько на текущий ремонт. Теперь в какой-то момент было сказано жилищные услуги. И в большинстве случаев это написано жилищные услуги и для информации, сколько идет на общедомовые нужды. И все. Я считаю, что следует возвращаться в прежней форме. Хотя и сейчас, если вас очень интересует, управляющую компанию «Спайдите» вам обязаны вот эту распечатку дать. Вот как раз вопрос опять от телезрителей. Куда обращаться, если кажется, что завышены счета в квитанциях? Но это касательно любого пункта. Для начала, безусловно, всегда нужно обращаться в управляющую компанию. Потому что, не обратившись к ней, получается и бессмысленно. Любая более высшестоящая инстанция все равно тогда вернет управляющей компании. Но если вы от управляющей компании, установленные законом сроки, причем подать вопрос, если уж вы хотите серьезно спрашивать, нужно письменно, нужно в двух экземплярах, нужно, если у вас пять вопросов, подать пять бумаг. Пять. Отдельно пока что все. Каждый вопрос отдельно. Объясню сейчас почему. Хорошо. Значит, после того, на вашем экземпляре пусть отметят, что приняли. В течение месяца обязаны отметить, ну, у нас ответить, но всегда у нас отмечают на 30-й день, это понятно. А почему отдельно? Если в дальнейшем эти бумаги будут переадресованы куда-то, допустим, в жилищную инспекцию, там один человек занимается деньгами, а другой человек занимается уборкой, а третий еще, там, температура и воды. Значит, это разные отделы. И для того, чтобы вам на каждый вопрос ответили, вот это моя рекомендация. И не только моя, но и руководство жилищной инспекции. Я знаю, что... Спасибо за то, что приходите к нам на эфиры и разъясняете моменты, но если возникла какая-то ситуация, когда нужно проявить, нужен совет, куда рекомендуете обращаться нашим телепритетелям? Возникаетесь к нам, есть сайт, значит, вот, общественный контроль, значит, в республике Татарстан. Там наш адрес, Лобачевского, 10В, всегда можно прийти. Наше отличие от любого другого места в том, что к нам для первого прихода не надо никуда записываться. Мы всегда постараемся вам ответить. Если потребуется специалист, у нас есть и юрист, допустим. Значит, вот юрист по понедельникам, средам, во столько-то будет. Если там тепловик, то вот к этому человеку. Дальше вот уже начинается работа. Причем, я считаю это полезным, потому что часть претензий, она необоснована. И вместе разобравшись, мы приходим к тому, что и жаловаться не на что. Но человек, по крайней мере, сэкономит свое время и нервы. Благодарю вас. И так у нас сегодня в гостях был Михаил Застел, председатель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Спасибо вам. Пожалуйста. Это была программа «Главные новости» в студии Лейсан Абдуль. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова